Хави выгоняет Депая из Барселоны. Месси хочет получить седьмой золотой мяч и, видимо, все-таки его получит. Футболист из РПЛ скоро может сесть в тюрьму, ну а Роналду завел новую красотку. Всем привет! Вы на канале Фолстон. Меня зовут Костя и я расскажу вам самые свежие футбольные новости. Поехали! Новости из Тана Барселоны продолжают удивлять информационное пространство. Хави устанавливает свои порядки и оценивает каждого футболиста Блаугранс отдельно. И, судя по всему, Мемфис Депай покинет каталонцев, так как не смог впечатлить нового наставника. Поэтому руководство клуба рассматривает возможность продажи нидерландского нападающего. Впрочем, с другой стороны, сейчас у Хави нет большого выбора в атакующей линии, поэтому он решится выставить на трансфер Депая в предстоящее зимнее окно, только если найдет ему замену. Напомню, что Мемфис пришел в Барсу на правах свободного агента этим летом. С тех пор он забил за синегранатовых 6 голов и сделал 2 асиста. Но даже такой послужной список вряд ли обезопасит Депая, ведь потенциально его может заменить Пьер Эмерика Бамьянг. В целом, габонец не против уйти от канониров. Кроме Барселоны, Бамьянгом интересуется еще и Манчестер Сити. Видимо, Гвардиола уже не рассчитывает подписать Кейна, а забивной форвард все-таки нужен. Действующий контракт 32-летнего габонца с канонирами рассчитан до лета 2023 года. Как мне кажется, Пьер Эмерик выберет горожан, если окажется перед выбором клуба. Так и ситуация получше, и денег побольше, чем в Барселоне. У Барса все-таки каждая копеечка на счету. Возможно, они согласились приютить Алвиса только потому, что тот выразил готовность играть бесплатно. Вот как он сам это прокомментировал. Мой переход получился весьма любопытным. Я общался с президентом и очень хотел вернуться, чтобы помочь команде, даже если мне не будут платить. Я был настойчив. В конечном итоге президент сказал мне, что решение будет принимать Хави. Тогда я понял, что Хави возвращается, и это повышало мои шансы, ведь он меня знает. Когда он мне позвонил, я напомнил ему, что всегда готов помочь. Любой ценой я хотел вернуться в Барселону, даже если придется играть бесплатно. Как бы то ни было, Алвис все равно будет получать самую маленькую зарплату в клубе. Зато за него установили просто колоссальную сумму отступных. Клаус Ула в контракте защитника Дани Алвиса составляет 100 миллионов евро. Ну что тут скажешь. Очередное подтверждение, что раритет очень дорого стоит. К слову, Алвис не единственный ветеран, которого может вернуть Барселона. На презентации, посвященной возвращению в команду Дани Алвиса, Жан Лапорто заявил, что Лионель Месси и Андрес Иньеста также могут вернуться на Камп Ноу. Я ничего не исключаю. Это случилось с Дани, который сам уже сказал, что возраст это лишь число. К тому же он сделал максимум в том, что касается финансов. Лео и Андрес два выдающихся футболиста. Я не могу предсказать, что будет завтра. Оба они продолжают играть. Мы всегда будем следить за ними, но на данный момент они связаны контрактами с другими клубами. В жизни ничего не предугадаешь. Признался Лапорто. Если Барса продолжит политику возвращения своих стариков, то уже не Ювентус, а Барселону можно будет называть старой сеньорой. Меня все-таки мучил вопрос, зачем же Барселоне престарелый Алвис? И вот помощник Лапорто рассказал, зачем же им бразильский футболист. Вот что сказал один из советников Лапорто. С точки зрения клуба, это очень важный футболист. У него большой опыт победителя, который может помочь молодым игрокам. Он переходит бесплатно, у него есть цели, и он хочет помочь. Иногда, находясь в непростых условиях, когда никого не можешь купить, полезно взять бесплатно игрока с такими возможностями. Ну, давайте тогда возвращать Пуёли, Роналдиньо, Фигу и Роналда. Они тоже когда-то играли за Блаугранс, и у них тоже есть менталитет победителя. Каталонские сердца, блин. Раз у Алвиса прокатило, то и я попробую, подумал Диего Гаддин и заявил, что хочет вернуться в мадридский Атлетико. Уругвайд считает, что еще может помочь матрасникам. Защитник Калери может покинуть клуб в январе. Игра с Ливерпулем показала, что у Атлетика прям проблема с защитниками. Подобавок к этому, Киран Трипьер может перебраться в Манчестер Юнайтед за 20 миллионов. Поэтому возвращение Гаддина может быть очень кстати. Переживая о заслуженных стариках, Барса может упустить перспективную молодежь. Челси готов активировать Клаусулу Гави. Сейчас сумма отступных за футболиста составляет 50 миллионов евро. Каталонцы не намерены терять игрока. Синий Гранатовый уже ведут переговоры о продлении контракта со своим воспитанником. При подписании нового соглашения сумма отступных за испанца составит 1 миллиард евро. К слову, Челси определился с заменой Рюдигера. Им стал защитник Лестера Уэсли Фафана. Барсе сейчас просто необходимо удержать в составе маломальских хороших футболистов. Поскольку этой зимой клуб может столкнуться с той же проблемой, что и летом. В настоящее время ситуация обстоит таким образом, что Барселона не сможет регистрировать новых игроков в январе. Об этом заявил директор Синегранатовых Матео Алимани. Именно по этой причине Лионель Месси не смог остаться в клубе и был вынужден перейти в ПСЖ. К слову, у аргентинца дела обстоят неплохо. Во-первых, Аргентина квалифицировалась на чемпионат мира 2022 года. Месси лучший футболист 2021 года по версии Голл. Второе место занял Криш, третий Ливандовский. Также недавно был слив, что Лео заберет золотой мяч в этом году. Правда это или нет, но букмекерские конторы перестали принимать ставки на победителя. Что-то мне подсказывает, что главная футбольная интрига оставшихся двух месяцев этого года уже умерла. А в итальянской серии А глядут большие перемены. И надеюсь, конечно же, к лучшему. Президент серии А Луиджи де Сьерво заявил, что Лига хочет провести переговоры с итальянским правительством о реформах, которые позволят избавиться от несправедливых ограничений и добиться хороших условий для клубов. В настоящее время в Италии разрешается заполнять трибуны только на 75%. Кроме того, клубам сложно договариваться с правительством о строительстве новых стадионов. И самое глупое, как по мне, ограничение – это лимит на игроков не из Италии или Евросоюза в команде. Всего их может быть не больше двух в каждом клубе. Если руководству серии А удастся договориться с правительством, то это позволит вернуть чемпионату Италии прежние позиции. Если что, в 90-х и в начале нулевых серия А была чуть ли не самым мощным национальным чемпионатом. На трансферном рынке Италии тоже горячо. Ювентус таки убедил Влаховича перебраться в Турин. Клуб и игрок согласовали контракт, по которому уже с лета 22-го года Душан заиграет за Юве. Контракт рассчитан на 5 лет, а зарплата 21-летнего серба будет составлять 6 миллионов евро в год. Эта информация переводится на русский язык, как «Марата, пора греть банку». А тут из недр небытия, или как его все называют чемпионат Турции, всплыл Марио Булателли. Супер Марио, защищающий цвета турецкого клуба Адана Демирспор, сказал, что кошмар как хочет заиграть за сборную Италии. Говорит, что пошел бы пешком из Турции, если бы знал, что в марте будет заявки сборной. Как мне кажется, для начала нужно перестать ходить пешком по полю. Кстати, а ты знал, что Булателли всего 31 год. По сути, это, скажем так, боеспособный возраст. Но Марио так загубил свою карьеру, что есть ощущение, что ему за 40, и он просто где-то доигрывает. И Багимовичу, например, тоже 40, но доигрывать он не намерен. Ибра с большой долей вероятности продлит соглашение с клубом. Якобы новый контракт шведов с Рассанери будет рассчитан до лета 23-го года. Впрочем, прежде чем продлить отношения со Златаном, руководство Милана хочет пролонгировать соглашение с несколькими более молодыми игроками. А теперь новость из Украины. Ну, только не пугайтесь, не из УПЛ, а со сборной Украины. Александр Петраков официально утвержден в статусе главного тренера сборной Украины. Контракт до конца 22-го года с возможностью продления до 30-го июня 24-го. Но мы же с вами не маленькие, мы же понимаем, что Петраков проработает до конца 22-го только в том случае, если выведет Украину на чемпионат мира. Было бы очень круто, если бы Александр Васильевич, имея в активе победу на молодежном мундиале, выиграл бы еще и взрослый. Был бы отличный сценарий для спортивной драмы, но жизнь не кино, тут хоть бы стыки пройти. Зинченко, кстати, настроен оптимистично. Он заверил болельщикам, что команда будет готовиться, чтобы исполнить мечту миллионов украинцев и поехать на чемпионат мира. Как по мне, главное, чтобы лидеры команды регулярно получали игровую практику. Ярмолов, например, тоже это понимает и готов даже продолжить карьеру в чемпионате Турции. Трапзон Спор ведет переговоры с Вескомом, а трансферы украинцы зимой. Турецкий клуб лидирует в чемпионате и планирует серьезно побороться за золотые награды. Трапзон Спору нужно заменить одного из своих лидеров Жервиньо, который выбыл на длительный срок из-за травмы. Другой вариант для Андрея – возвращение в Динамо, но ему придется пойти на существенное понижение зарплаты. Алексей Миранчук, например, тоже может вернуться на родину, а именно перейти из-за таланта в Зенит. Клубы уже начали переговоры. В частности, рассматривается обмен Миранчука на Азмуна. Очень хороший вариант для питерского клуба, с учетом того, что Сердар не намерен оставаться в северной столице России. Ну а на очереди моя постоянная рубрика «Девушка дня» и ей стала жена Вингера Ференс Вараша из сборной Украины Александра Зубкова. Девушку зовут Анна. Недавно она рассказала, сколько должен зарабатывать ее муж. Девушка рассказала, что она не смогла бы жить с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. Ой, как неожиданно. Кто бы мог подумать? Анна считает, что нормальной зарплатой для мужчины является сумма в 10 тысяч евро. Супруга Зубкова добавила, что лично ей без ребенка в месяц хватает 3 тысяч евро, поскольку дорогие вещи ей дарит муж. Тем не менее, девушка призналась, что тоже планирует зарабатывать деньги. Нетрудно догадаться, что девушка инстамодель и инфлюенсер. Ну, то есть, безработная. Каждый переживает горечь поражения, как может. Вот, например, сборная Португалии получила поражение от сербов и попала в стыки в отборе на чемпионат мира. Криштиану Роналду, чтобы как-то поднять себе настроение, завел новую красотку. Рон купил новую тачку, а именно элитный Бентли за 250 тысяч фунтов. Также известно, что Криро заказал себе новый Феррари Монт со стоимостью в 1 миллион 400 тысяч фунтов. Фотографии этой лошадки в сети нет, так как машина собирается эксклюзивно под Роналду. Более того, журналисты подсчитали, что стоимость коллекции автопортугальца в общей сумме составляет около 17 миллионов фунтов. Если тебе интересно, как живет и на что тратит свое состояние Роналду Манчестере, то рекомендую посмотреть мой ролик. Ссылочка вверху экрана. Ну и главная новость выпуска. Промесу предъявлено обвинение в покушении на убийство и нападении при отягощающих обстоятельствах в отношении двоюродного брата. В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом. Пострадавший получил травму колена и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года. Промес назвал обвинения ложными. Квинси, конечно же, может взять российское гражданство и никто его в тюрьму не посадит. Ну а в таком случае ему придется играть в сборную России. А тут еще непонятно, что хуже. Кстати, как ты считаешь, какие легионеры из РПЛ могли бы усилить сборную России и помочь команде пройти стыковые матчи? Свои варианты оставляй в комментариях. А на этом у меня все, друзья. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мой следующий выпуск. Ну и, конечно же, пишите свои пожелания для видео в комментариях. С вами был Костя Фолстон. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok